стоит ли нам ученикам изучать каббалу здесь необходимо сказать какую вы задачу ставите вы знаете свое время мне очень заинтересовал вопрос материализации советское время и по советское время ну нужно сказать несколько слов просто о моем допустим развитие вот как я развивался я находился какое-то время на территории москвы работал я там в определенном месте мне не стыдно сказать и на базаре и очень начал заниматься активной эзотерикой очень повлияло на меня эзотерика юрия лонга на самом деле юрий лонга был моим другом мы вместе были знали людей которые находились на территории украины так как он сам из запорожья фамилия и фамилия его и ванько и меня познакомил один мой друг не русской национальности с этим человеком вот он на меня повлиял чем повлиял он начал мне говорить о материализации начал показывать мне элементы материализации на самом деле сейчас понимаю что это были фокусы на меня это очень ярко так особенно ярко повлиял и и всю жизнь я думал о том что хорошо было бы научиться материализовать то есть материализовать более конкретно то есть взять допустим там золотое украшение представить его и так чтобы она появилась на руке и так далее я начал этим заниматься то есть когда сначала я искал силы которые могут помогать этому материализацию свершится потом я начал искать идеи и так далее и вот что у меня начало происходить первый раз я начал представлять будто в моей руке находится золотая цепочка и согласно методам материализации уже там связанными с как ю и дзок ченом я начал представлять будто начал читать мантры материализации а касая на мах какие-то там он хрим а касая на махом хрим там в общем поочередной вот этим он бутха юки хун за ум пима юки хун за час он под майюки хун за ум пима юки хун за у макаса юки хун за и плавно создавая вот эти поля этой материализации то есть у меня это происходило я даже начинал ощущать будто у меня в руках появляется вот эта золотая цепочка на то время не мне очень хотелось золотую цепочку 100 граммов вытоку и вдруг у меня сумасшедшая неприятность прямо сумасшедшая неприятность меня обвиняют в чем-то я этого не делал ничего причем там просто хватают на улице и у меня такие неприятности там и они прямо настоящие неприятности ничто не подразумевала какой-то гадости я всегда был добродушным теплым человеком честным таким знаете благородным всегда за слова отвечал среди мужчин всегда завоевывал почетное место человека вот у меня всегда были клички такие там там голову не и я потом спрашивал у мужчины я говорю почему мне голову не называете ну вот ты запоминаешь хорошо пашты умный потому что вот ты как-то все так четко это все рассказываешь и так далее ну и качество наверное сосредоточения на какой-то задачи вот мне помогал а здесь прямо такая неприятность но нереально и при этом я в этом всем не виноваты это неприятность затянула и мне долго очень она мешала потом я забросила все решилось забросил эти практики второй раз у меня было в турции я занимался ювелиркой привозил в украину ювелирные изделия и делал закупки ювелирных изделий в турции в стамбуле в компаниях фавори и дживаль и там так далее то есть я покупал большими партиями здесь в украине открыл ювелирные магазины также сделал сеть ювелирную где продавал успешно слава богу эти ювелирные изделия смог заработать на этом достаточно приличные деньги и занимался этим сам потом нанял людей которые этим всем занимались ну я никогда не скрывал что до эзотерики я был очень успешным предпринимателем фактически являясь и мы сейчас и не бедным человеком собственно говоря и когда ехал я из турции отправил я товар сделал предоплату мне этот товар сюда в украину через неделю-две должны были перевести и почему-то у меня какой-то заскок произошел такой и я вечером когда находился в номере номер назывался прямо в лалале или в аксарай уже не помню где-то в стамбуле и вечером ходил я сам тогда я был и пошел куда-то вниз спустился там в лавале покушал какой-то еды там возле возле порта там поел рыбы какой-то в ресторане еду обратно и у меня новый заскок думаю а ну-ка я себе буду представлять будто я в руках держу алмаз большого размера такого 6 карат 10 карат и вот иду и вновь начал читать и кепом за и так далее иду тру этот алмаз своей руке после чего возвращаюсь я утром мне нужно улетать в 10 часов я уехал в этот аэропорт и меня в этом аэропорту на двое или на трое суток арестовываю держат перевозят куда-то в стамбульский какой-то там и там по непонятным причинам потом оказалось что это вообще недоразумение что очень похож на другого человека что посчитали что я другой человек никто передо мной также в наручниках меня привезли посадили на самолеты отправили меня в эту украину и третий раз была такая же ситуация она была уже в египте то есть ничего не предвещало беды на протяжении семи дней после каких-то там своих эзотерических изысканий я начал вновь практиковать практику представляю в своей руке дорогое украшение после этого у меня были неприятности связанные с полицией хургады меня продержали несколько дней там в тюрьме и после этого по необъяснимым причинам одели наручники отправили в украину и тут я задумался я задумался что с такой со мной происходит всегда одно и то же то есть я представляю вот это и мне и задался целью и задался таким вопросом чтобы высшие силы вы можете мне не поверить и я доказать не могу но очень часто именно эти силы отвечает мне на такие вопросы я задал такой вопрос я задал почему когда я представляю или материализую то у меня что то такое вот происходит и мне было сказано когда человек материализует то он ворует и у него от того что он ворует появляются неприятности поэтому сначала неприятности а потом материализация и было сказано что если ты переживешь эти неприятности и будешь продолжать материализации то тогда будет получаться но знай в этом мире все уже кому-то принадлежит так не бывает что камень которая гранили у кого-то лежит он просто исчезнет и будет у тебя почему это хоть и выглядит как перемещение но все равно фактически является воровством а за воровство нужно отвечать по закону но только в эзотерике ты же сначала хотел украсть ты эзотерический украл ну а после этого за то что ты украл тебя нужно наказать как физически это первая часть материализации то есть теперь тебе милиция ну а второе но если будешь продолжать то тогда следующим этапом будет то что она у тебя появится вот так поэтому я вас убеждаю друзья мои если вы занимаетесь этими практиками не начинайте но опять-таки по поводу каббала и так далее какой вы ставите задачу в случае если вы ставите задачу всепознания мира и так далее то наверно каббалой можно заниматься если у вас есть корни иудейские кстати по поводу сахалина хотел бы сказать несколько слов а вы знаете что фамилия моя дуйко она происходит от названия реки которая называется дуйко которая находится на сахалине она сейчас называется александровка дед моего отца был родом оттуда потому что они там жили а там именно находился антон палыч чехов потому что у него есть записки северные я не знаю точно как называется произведение не хочу обманывать я не готовился к семинару и вот в этих записках он упоминает как раз о реке дуйки и там жили люди которые были цыганами и вот эти цыганы которые там жили они сильно выпивали много гадали это мои предки они потом переехали в начале они переехали в николаевскую сначала переехал в начале они жили там где-то в венгрии а после чего переехали уже сюда ну и фамилия она до момента вот этого деда а все были дуйками а потом стали дуйком или дуйко а уже сама фамилия это она знаете как часто советское время делали ошибки ну и когда в очередной раз паспортистка написала вместо дуйко дуйко уже все махнули рукой и там сказали пусть так и будет надеюсь вам интересно вообще что я сегодня на